Бытие, 39 глава. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измалитян, приведших его туда, египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей, и был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина, и увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим, и над всем, что он имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел, в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала, спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена, ему. Как же сделаю я сие великое злов и согрешу пред Богом? Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался её, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошёл в дом делать дело своё, а никого из домашних тут не было в доме. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мною. Но он, оставив одежду свою в руках её, побежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках её и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им, «Так, посмотрите, он привёл к нам еврея ругаться над нами, он пришёл ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон, и оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой, и пересказала ему те же слова, говоря, «Раб еврей, которого ты привёл к нам, приходил ко мне ругаться надо мною, но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом и взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице. И Господь был с Иосифом, и простёр к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всём, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всём, что он делал, Господь давал успех. Аминь.